Славное место Харьков. Моя родина. 26 октября 2017 года. Сегодня лично для меня был первый снег. То есть первый снег, который я увидел в осенью этого года. Оща Конституте. Историчный центр Харькова. Сквер Победы. Символом Харькова зеркальной струей. Храм Жон Мироносец. Новострой, который внешне, в общем-то, неплохо отписался в центральную часть города. Тем более, что возведен почти на том же месте, где находился разрушенный в начале 30-х годов храм Жон Мироносец. Жаль, что сейчас идет снег. Было солнышко. Было шикарно. Осень. Есть осень золотая. Вода из этого бассейна стекает под альтанкой, которая является одним из стильного Харькова. Стекает в виде струи, которую называют зеркальной или стеклянной струей. Так как в ней можно увидеть свое отражение. Сейчас не сильно видишь, а летом, в тихую погоду, временами поток воды напоминает действительно зеркало. Насколько он ровный. И специально для Евро-2012 самых знаковых местах Харькова были отмечены подобные таблички. Возвращается в зеркальной струи. Напротив зеркальной струи находится Харьковский театр оперы и балета. Идет снег, фонтаны работают, Харьков живет в полноценной жизни Знак 50-й параллели, который проходит через Харьков Харьковские источники утверждают, что Харьков самый крупный город, находящийся на 50-й параллели Но на самом деле это, конечно, преувеличение, как снег как усилился Также здесь находится подарок Киева-Харькову Скульптура Архангела Михаила, которая была на Лядских воротах на Крещатике На Майданинной залыжности А потом ее решили заменить на новую скульптуру, которая сейчас стоит на Лядских воротах Но так как эту жалко было куда-то делать, утилизировать, ее подарили Харькову Знак дружбы Киева и Харькова Аллея кинозвезд в Харькове До войны с Россией В Харькове Каждую весну Проводился Фестиваль Кинофильма Харьковская сирень Абухарьковский бузок На цей фестиваль приездили відомі актори з цього світу Ну, яким достатньо грошей платили, щоб вони сюди приезжали И вони залишили тут свої відбитки рук Так ось З'явилась оця аллея кинозвірок Еще недельку назад, я думаю, здесь было очень красиво Ще висели листья на деревьях В цьому місті особенно осінь красиво Сад Имени Тараса Григоровича Шевченко Осенью дуже живописний Обычно в это время Еще в Харькові Стала плюсова температура Но этот год Показал свою нору И как 19 апреля выпал обильний снегопад Который повалил очень много деревьев Доломал кучу веток По всему городу Точно так же 26 октября Пошел снег Комунащики активно выкапывают цветы А вот самый Как утверждается Большой, самый красивый памятник Украинскому кабзарю Тарасу Григоровичу Шевченко Який Был установлено в Харькове В 30-х роках 20-го старичья И даже во время Гитлеровской оккупации Харькова Памятник Не был поврежден Первый снег Который я видел Это 8-й Харьков Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok